Игорь, приветствую. Вот такие у нас получились коробочки. Да, обалденные. Правда, нравится? Правда. Семья, тищая, скажем так, изображена. Ну, семейный бизнес. Символик, в принципе, мне кажется, угадали. Ну все, спасибо. Поедем проверять продукцию. Тут же день. Окраина города. Референтный центр Росфельхознадзора. Здесь проводят исследования пищевых продуктов. Яйца с фермой Спиридовичей в новенькой красивой коробочке трясутся от страха. Мы должны поставить на термостатирование термостат с температурой 37 градусов. Это на первый взгляд все мельтешит и куда-то торопится. На самом деле испытания занимают минимум неделю. Поиски сальмонеллы, ртути и других тяжелых металлов и бактерий ни к чему не привели. Но слава курицам. Теперь у Спиридовичей есть та самая окончательная бумажка. Фактическая, настоящая броня. С которой хоть на рынок, хоть супермаркет, кажется, большая мечта маленькой фермы вот-вот сбудется. Этой встречи они ждали с самого начала проекта. Фермер Игорь Спиридович и представитель ритейла Владислав Шевнин. Мечтают о настоящем партнерстве уже не первый год, но в отношениях маленьких ферм и больших сетей вечно какие-то проблемы. Вот они и встретились, чтобы их обсудить. И кажется, что сейчас будет мясо. Но нет, эти добрые люди сразу находят общий язык. И завязывается конструктивный разговор. За ножи никто не хватается. Необходимо выдерживать оговоренные заранее сроки поставки и объемы поставки. Говорю, наверное, не только от себя, а от многих фермеров. По поводу выплат. Очень многие сталкивались, да что задерживаются деньги. Когда взаимные претензии позади, они уже готовы ударить по рукам. Владислав Шевнин за кадром дает Игорю чей-то телефон. Остается позвонить и все. Твои товары уже на прилавке. Один и единственный нюанс. В один лишь магазин сети поступает десятки килограммов и езд в неделю. Наших фермеров только попросту нет. Парень нормальный. С удовольствием пробуем, обсудим условия реализации, стоимость. И если это действительно качественный продукт. Это здорово, очень довольно-таки это прикольно, вытянь в сеть, в крупную торговую со своей продукцией. Но вот тут опять же встает барьер. Барьер встает в плане чего? То, что продуктовым сетям им надо массовое объемы, количество. Таких количеств я на данном этапе своей жизни пока не тяну. Смотрите в следующей серии «Спиридовичи выходят в люди». Допиливаем интернет-магазин и разбираемся в тонкостях торговли живой птицей, а также инкубационными яйцами. Подписывайтесь на нас в социальных сетях, а также посетите наш сайт «Даридобро.тв», чтобы не пропустить новые истории. Виктор Самусенко, Андрей Панкратц, Денис Сыров. Новости. Партнер проекта православный магазин «Фавор». «Фавор» – душевные подарки ко всем семейным и православным праздникам. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова